Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. На предыдущей лекции мы говорили о основных историографических проблемах, о предпосылках и об этапах гражданской войны в России. Сегодня перейдем непосредственно к разговору о боевых действиях, которые разворачивались в конце 1917-го, в начале 1918-го года. Это период, который сегодня некоторые историки называют Малой гражданской войной. Вообще термин Малая гражданская война обычно в историографии применяется к событиям уже после 1920-го года, после того, как большевики, красные, победили своих основных оппонентах в крупных фронтовых операциях и уже добивали остатки, а также боролись с многочисленными бандами и повстанческими движениями на территории бывшей Российской империи. Однако сегодня вот такой термин использует, например, Александр Владимирович Шубин, говоря о Малой гражданской войне в самом конце 1917-го, в начале 1918-го года. Когда в октябре 1917-го года большевики пришли к власти в результате вооруженного восстания в Петрограде, очень быстро советская власть распространилась по всей стране в течение буквально нескольких месяцев или даже нескольких недель. Это дало основание Ленину потом говорить о триумфальном шествии советской власти, но далеко не везде эту советскую власть приняли и буквально с первых же дней начинается вооруженное сопротивление власти большевиков. Первым из таких стало выступление Красного Керенского. 25 октября по старому стилю или 7 ноября по новому стилю министр-председатель временного правительства Александр Федорович Керенский бежал из Петрограда на автомобиле американского посольства и попытался найти на фронтах, в первую очередь на Северном фронте, штаб которых располагался максимально близко к Петрограду, те силы, которые помогли бы ему вернуть власть. Командующий Северным фронтом генерал Черемисов не поддержал Керенского, заняв нейтральную позицию, не предоставил ему войск, и тогда Керенскому удалось договориться с генералом Петром Николаевичем Красновым. Петр Николаевич Краснов, генерал от кавалерии, казачий атаман, в это время возглавлял 3-й кавалерийский корпус, состоявший в основном из казаков. Совсем недавно войска этого 3-го кавалерийского корпуса под командованием генерала Крымова шли на Петроград во время Корниловского выступления. Теперь Керенскому удается уговорить Краснова о совместном выступлении против революционного Петрограда. Войска Керенского и Краснова начинают движение на Петроград. Все это выступление продлилось несколько дней и закончилось уже 13 ноября 1917 года полным фиаско. Дело в том, что как и в августе 1917 года, воевать с рабочими Петрограда, с красногвардейцами, с частями Петроградского гарнизона, которые поддерживали большевиков, казаки 3-го кавалерийского корпуса совершенно не желали, ни под командованием генерала Крымова, как это было в Корниловские дни, ни под командованием генерала Краснова. И в результате повторилась ситуация. Войска с одной стороны антибольшевистские, войска Керенского и Краснова, а с другой стороны войска, которые поддерживают большевиков, встречаются неподалеку от Петрограда и, по сути дела, даже не вступают в бой, вступают в переговоры. Результатом этих переговоров стал очень любопытный эпизод, когда представляющий большевистские силы известный матрос Павел Дыбенко предложил казачкам из 3-го корпуса обменять Керенского на Ленина. Но, тем не менее, в результате вот этих переговоров выступление как бы затихло само собой, казаки отказались двигаться дальше на Петроград. Керенский снова бежал и потом он уедет в эмиграцию и там закончит свою политическую карьеру, а генерал Краснов сдался в плен большевикам. Впрочем, в этом плену генерал Краснов, казачий атаман, находился не очень долго, его отпустили под честное слово. Петр Николаевич Краснов дал слово ни в коем случае не воевать более против большевиков, был отпущен на все четыре стороны и отправился на Дон в область войска Донского, где возглавит сопротивление донских казаков большевикам. Ну вот такой вот истинный офицер, хозяин собственного слова, сам слово дал, сам слово взял.